ребятки всем привет я дома судим самого утра сюда приехала по работе вот только закончила время пол пятого я понимаю что у меня живут так уже аж вот так вот аж давит аж давит я не обедала пол пятого надо поесть вот у меня в морозилке есть порция пельменей буквально там 10 штук вот я сейчас поставлю водичку свою пельмешки я сделала какие покупки сейчас вам сделаю обзор время не терять вода как раз закипит чуть-чуть водички то применение немного вода как раз закипит час я вам покажу что я там такого накупила так разворачиваемся разворачиваемся ставимся вот так ставимся ну вот примерно наверное как-то так ставимся немножко не убрано на столе раз и два печеньки печеньки виноград сдачи это чашки чай недопитый машинку уходила из дому загрузила но у меня еще пару стирок поставила на 90 градусов все полотенца дачные все стирать так что я накупила я была в колбасном мясном чаяки называется магазине взяла на кашу с животным это эти набор для бульона каркасы 40 гривен килограмм я просила два килограмма мне взвесили кило 700 маловато чуть-чуть по еще бы пару штук сюда ладно на 71 74 эти каркасы а вот чек мокренький какой-то мясная кухня я скупилась на 1241 30 что у меня здесь есть еще дальше собачкам на кашу желудки куриные кстати я вам рассказывала что покупаем желудки куриные они постоянно как будто в этом магазине как будто не свежая антиреклама я кась получается очень часто но не свежий они как за протухшие чуть чуть не знаю я в общем но собака как бы я и говорю и они едят очень редко бывает что прям свежа попадать и вот в прошлый раз мы покупали кило 200 по моему и попались прям свежа я половину животным сварила половину сразу перемыла вычистила пакетик и меня в магазинке на даче лежат надо будет сварить я вообще очень люблю желудочки курить это все у меня бабушка часто готовила их очень я кстати так как она готовила что там за секрет был я не знаю в подливки подливка такая густая была однородная такая кремообразная такая оранжевого цвета и эти вот желудочки там плавали кусочками порезаны это так вкусно было я не знаю что там за секрет царство небесной бабушки очень вкусно и готовила и я вот когда с детства их люблю так желудки я есть хочу желудки куриные за килограмм 76 гривен они на все дорожают и дорожают на 77 97 вышло потом у меня здесь это ребята четверть куриная короче окорочка здесь два штуки я и хочу прямо мне чу я редко такое делаю мне захотелось им их просто положить на сковородку и обжарить с двух сторон под крышка до золотистого такого цвета прямо хочется хочется попросила выбрать мне два небольших они дороже чем обычные окорочка такие знаете белого цвета а называется четверть курки-домашнице крылья такие беру и усе четверть значит килограмм стоит 146 гривен два штучки вышла на сто одну гривну вот так вот недешево так один такой побольше другой вообще маленький получился дальше что здесь здесь у меня ребята кусок мяса это называется кострец меня вечно ругают юля что за кострец называется крестец нет нет ребят именно написано усе кострец 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 называется крестец это другое а это кострец это в одном из магазинов у нас мясном даже есть такая знаете на стене рисунок картина не знаю плакат где нарисована свинья и где у нее ножка где задняя часть делопатка где филе я там где где что вот это вот находится да вот и этот кострец он как-то где попа свин свиная она на и не спина короче где спина заканчивается начинается попа вот с верхняя часть по моему короче это называется кострец вот очень неплохое мясо и на шашлык можно использовать я не для этого взяла а просто просто чтобы было в морозилке я его как-то так вот разделю значит килограмм стоит сто восемьдесят шесть гривен этот кусочек мне вышел на 420 нехило так я разделю его где-то примерно на 4 части по пакетикам и морозилку как бы впрок ребята на даче открыла холодильнике пусто открыла морозилку морозилки а шо морозилки у меня вот такой пакетик творога остался мама угощала четыре бутылки воды в лед замороженной воды по 0 5 даже когда свет отключает я из морозилки перекладываю их в холодильник и правда есть килограмм крылышев курку дом курки домашней все морозилка пустая душу его готовить а чтобы готовить надо чтобы было из чего готовить ну в общем я пошла немножечко скупилась в основном так собакам ну и думаю надо взять какого-то мяса так на 420 гривен есть такое дело дальше что я еще взяла я еще все мукрая какой-то я еще взяла гумилка куряча очень плохо что в этом нашем мясном магазине не продают вот как окорочка курки домашние до четверть вот чтоб ножки они курки домашние продавали но к сожалению не бывает они есть сельпо но мне лень было туда идти они тут знаете эти это обычно за белая я их не очень люблю но пришлось взять эти килограмм стоят 100 гривен а те которые я в сельпо беру они такие крупные они такого желтого цвета у них и кожица другая такая пупырчатая то они по моему последний раз цена была или 160 гривен килограмм что такое то есть они гораздо дороже дороже взяла вот эти вот это я знаете что взяла я хочу запечь я сегодня здесь остаюсь ночевкой потому что завтра еще много работы и я хочу запечь давно не делала на противне в духовке картошку вместе с курицей замариную майонезе в каких-то специях хотя надо посмотреть что здесь по специям все же на дачу повозила когда живешь на два дома то туда-сюда возишь блин тут это закончилось а там на даче есть можно сходить но ты все равно туда полчаса обратно полчаса время потрачу так взяла такую штучку на 100 гривен килограмм на сто семь семьдесят девять здесь восемь штук восемь штук будет достаточно так один пакет у меня пуст дальше в этом магазине я взяла ребята я взяла сосиски 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 называется филейные хочу я буду распечатать обычные вот такие вот сосиски они есть в упаковках запаянные герметично упакованные вот а это я зашла их к я обычно в упаковочке беру их только на витрину выгружает то есть свежат приехал думаю надо брать я взяла пол килограмма килограмм стоят сто сорок пять гривен и кстати я выстояла огромную очередь и все кто в очереди берут стоят через один покупатель все берут эти филейные сосиски неплохие так килограмм сто сорок пять гривен на семьдесят шесть пятьдесят пять вышло сосиски филейные потом ребята это сосиски филейные а это филе куриное так филе куриное килограмм сто семьдесят пять гривен я взяла три штучки и вышла мне на двести семь восемьдесят девять но они видно не маленькие такие тяжеленькие такие большие две филешки я заберу на дачу одну филешку я оставлю здесь в морозилке вот кто-то в комментариях спрашивал юля а шо у тебя работает холодильник да вы видно пропустили ролики на эту тему холодильник отремонтирован холодильник сделан и кстати он такое ощущение что стал футу футу где-то дерево вот он лучше стал работать чем до этого работал вот все отлично все замечательно даже когда отключает свет он долго держит холод вот пельмени лежат в морозилке меня от которой я сейчас буду варить вот все держится очень хорошо холод все все нормально поэтому можно пользоваться здесь морозилкой по крайней мере одну филешку я здесь оставлю две заберу так дальше что еще а ребята сало сало мне написала одна зрительница что юля сало там написала мне в каком магазине но там надо утром пойти потому что до обеда разбирают я как-то сегодня пробегала про пропрыгала и я не попала в этот магазин и пока в этом мясном стояла я так смотрю на это сало так хочу соленого сала ребята но это наверное не то стал это наверное будет жесткой короче я попросила продавщицу не выбрать кусочек который самое на ее ощупь мягкая она мне выбрала я взяла один я прям здесь сегодня сейчас засолю засолю слушайте чеснок полные у меня сарайчики чеснока на даче здесь ни одной головки значит заберу с собой наверное или можно засолить без чеснока водку значит килограмм стоит 120 гривен вот вышел кусочек на 43 42 96 вот такой целый час вам покажу его наверное даже типа мини прослойка есть но обычно она у них магазине не годится на засолку она жесткая но мне так захотелось и я взяла вот такое я как даже прослойка есть пахнет хорошо свежая короче ладно даже если жесткая пожую не так хочется мне напомнили недавно вопрос-ответ я видео записываю юля где-то сало это начало так потом здесь у меня в упаковочке два вида колбаски значит одна колбаска это домашняя колбаска она маленькая она небольшая значит для чего я ее взяла хочу на днях вот такая вот она типа запеченная очень вкусно пахнет у нас добавлением сала там я хочу на днях сварить суп гороховый я очень люблю гороховый суп а вот раньше варила с этими с копченными ребрышками с копченостями но что-то с колбаской не нравится больше и мы варим вот этой одной колбаски на целую кастрюльку мне хватит я ее кубиком режу или солонкой можно обжариваю лук морковку обжариваю колбаску делается такая типа зажарка вкусная вкусная и когда в кастрюле уже отварит и горох и картошка эту вкусную зажарку добавляешь такой вкусный гороховый суп получается так и здесь значит колбаса домашняя вот это вот за килограмм сто семьдесят гривен одна штучка она небольшая на 28 90 и еще ребята взяла маленькую кровянка там есть вообще дешевая а это такая чуть чуть дороже но я не знаю не помню там какого качества я просто стояла пока в этой большой длинной очереди так смотрела мне захотелось мы захотелось юля значит то возьми попробуй сейчас я назову сумму вы просто офигеете значит килограмм стоит семьдесят пять гривен но так как она а так как она маленькая вот такая вот да и легкая по весу она вышла на 15 гривен 15 копеек пахнет дуже вкусно такая кровянка я знаю что многие не любят многие не едят кровянку я ем и люблю я вам не предлагаю я вам не дам съем совсем сама дальше ребята в этом же магазине я взяла ленаную любимую я называю булочка вообще на самом деле называется рулет с маком вес 250 грамм стоит 30 гривен 29 99 но здесь очень сумки приплюснулся ребята рулет был рулет стал кто лепешка лепешка там очень много мяса здесь у мяса вы видите это называется я хочу есть там очень много мака и вкусная такой знаете сдобная слегка как влажноватое тесто очень вкусная 30 гривен да рулет с маком вот и еще я там взяла ребята вот такие вот штучки ранее не покупала не знаются я уже проткнула ли не показали понюхай понюхай вот знаете что называется так фингер о боже тесточку тесточку фингер кипит кипит вода тесточку фингер с начинкой пожина и йогурт так а ну-ка подождите сейчас я этот стойте стойте добавлю эти стойте стойте стоим стоим боже мой надо было разве слиплись два так короче я хочу одну попробовать он такой там сбоку в одном типа эклерчики ребята я хочу один попробовать такая розовая начинка неплохо сладенько возвращаемся ноги расставили вкусно и стоит эта упаковка тут вес 370 грамм нет топ 330 брут топ 370 61 гривна такая коровочка вкусненько так и последнее все здесь на сумму это вот все на 1241 гривна 30 копеек и еще я была в магазине галя балована и купила у них пельмени пельмени с картошкой правда галя балована пельмени с картошкой за килограмм килограмм стоит 115 у меня здесь вышло на сто восемнадцать девяносто вареники с картошкой все я их убираю в морозилку вот и того да тут 1241 и тут получать тысячу триста пятьдесят девять короче тысячу триста шестьдесят я потратила так все надо в морозилку пройти пусть будет здесь морозилка хорошо работает пусть лежит запас мало ли так вот приехали раз раз варенички отварила сейчас вот пельмешки поем быстренько и все все вот такие у меня покупочки всем спасибо за внимание скоро увидимся пока пока